Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Привидение. Счастливая парочка возвращается домой после вечера в театре. На темной аллее на них нападает грабитель. Защищаясь, Сэм погибает. Теперь он только призрак, но все еще может помочь своей возлюбленной. Сэм-привидение узнает, что его смерть не была стучайной, а над Молли нависла смертельная опасность. Но для Молли он теперь человек-невидимка, которого она не видит и не слышит. Как предупредить ее об опасности? Единственный способ связаться с Молли и передать ей важное сообщение – воспользоваться сверхъестественными способностями неопытной женщины-медиума по имени Одда Мэй Браун. Одда не уверена в своих силах, но очень хочет помочь. Полутвет. Если я останусь. Мия – талантливая девушка, влюбленная в классическую музыку, свою виолончель и рокера Адама. Но после автокатастрофы Мия оказывается в коме. Пока тело девушки лежит в больнице, ее душа должна решить, хочет ли она жить дальше, или же лучше отправиться в мир иной, вслед за своими родными. Тем жени. Инженер Бен отправляется в необычные путешествия, в искупление фатального поступка в своей жизни. В ходе своей поездки он встречает семерых незнакомцев, включая смертельно больную Эмили, которая называет себя девушкой с подбитыми крыльями. Бен неожиданно влюбляется в нее, что сильно усложняет его первоначальный план. Сможет ли он разгадать послание судьбы? Жизнь с Аранью 2009 года Поссорившись со своим женихом Полом Коуманом, Анна Тейлор попадает в автомобильную аварию и приходит в себя в похоронном бюро. Элиот Дикон уверяет Анну, что она мертва, и что ему необходимо подготовить тело к церемонии погребения. Элиот поясняет, что обладает редким даром, способностью общаться с недавно умершими людьми, чья душа ожидает отхода в другой мир. Однако мисс Тейлор не верит ему, полагая, что по-прежнему жива. Невимый Нику уготовано блестящее будущее, но по нелепой и роковой случайности он становится жертвой жестокого нападения. Ник не умер, хотя его дух и покинул бренную оболочку. Его напуганная душа затерялась между миром живых и мертвых, и тщетно пытается обрести покой. Милая Кости Фильм рассказывает о переживаниях 14-летней девушки, изнасилованной и убитой маньяком-соседом. Наблюдая за жизнью домочадцев с небес, героиня мечтает о простых подростковых радостях и жаждет поимки душегуба. Почтный эффект У Эмили начались психологические проблемы, когда ее мужа посадили в тюрьму. Спустя 4 года он выходит, а Эмили впадает в депрессию и вроде бы пытается покончить с собой. Психотерапевт назначает ей лекарства, но сама Эмили хочет принимать новый препарат, который ей советует коллега по работе. Систер 2012 года Вместе с семьей автор детективов поселяется в небольшом городке, в доме, где почти год назад развернулась леденящая душу трагедия. Были убиты все жильцы. Писатель случайно находит видеозаписи, которые являются ключом к тайне преступления. Но ничто не дается даром. В доме начинают происходить жуткие вещи, и теперь под угрозой жизни его близких они столкнулись с чем-то, от чего нет спасения. Кожа, в которой я живу. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok